Сегодня я подготовила для вас топ семян, которые будут актуальны для засолки. И да, мы говорим про огурцы. Номер один в моем списке от компании Уральский Дачник. Огурцы Корнюшоны Президент. Отлично подходит для соления и маринования. Сохраняет свою плотность, упругость и богатый, насыщенный вкус. Сорт отличается длительным плодоношением до 60 дней. Огурцы не перерастают, поэтому рекомендую. Итак, номер два от компании Аэлита. Огурец Пальчик. От всходов проходит 40-45 дней до плодоношения. Они крупнобугорчатые и отлично подходят для консервации. Размер у плодов небольшой, 110-120 грамм, как раз идеально для засолки. И опять же, третий от Аэлиты, ребятки с грядки. Они уже на упаковке заявляют о том, что это идеальный вариант для засолки. В принципе, от всхода до первого сбора также проходит 40-45 дней. Огурцы небольшие, 100-110 граммов. Как раз это для удобства тем, кто любит соленые, в бочках. Самое то. И опять от уральского дачника, раннеспелый гибрид. Огурец корнюшенный. Поспевает он на 43-48 день после всходов. Огуречки будут с белым опушением, длиной 7-9 сантиметров. Очень плотные, без горечи. Урожайность у вас будет 9,4 килограмма на квадратный метр участка. Также этот гибрид устойчив от всяких гнилей, болезней. И все это прекрасно сочетается с уровнем скороспелости. Поэтому идеально подойдет как и для салата, но и для засолки. А чтобы ваш урожай был еще лучше, я предлагаю вам ознакомиться с нашими удобрениями, которые вы можете заказать в нашем интернет-магазине. Универсальное удобрение для огурцов и кабачков ускоряет рост и развитие растения. И вот такой вот флоргумат, который идеально подходит для огурцов, кабачков и патиссонов. Также при выращивании рассады можете использовать корневин. Он помогает быстрее саженцам укорениться и развивает дополнительно корневую систему растений. Если у вас есть свои фавориты огурцов, которые идеально подходят для засолки, то пишите в комментарии, мы будем рады обратной связи. Пока!